И снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест. Это видео я решил выпустить отдельным, так как в уроках часто оно где-то теряется, информация о школе теряется, но нас все больше и больше одолевают вопросами, что же и как происходит в школе, как обучение происходит. Ну, во-первых, за самим обучением вы сможете понаблюдать в плейлисте «Школа», то есть там мы показываем, как у нас проходят уроки, что изучают ученики, практика сама, да, сейчас вот у нас проект «Мерседес» идет, но дело не в том, по делу буду говорить. Самый первый вопрос у нас это, что же входит в обучение? Отвечаю сразу. В обучение входит первая профессия – это автомаляр, то есть подготовщик и покрасщик, да? То есть сам маляр и подготовка по покраске. Это идут теоретические сначала занятия и по окончанию теоретических занятий идет практика. Изначально мы делали три недели, но по ходу нашего обучения мы поняли, что три недели – это слишком много и для народа, и для нас. Ту информацию, которая нужна на первое время, для закладки надежного фундамента и для какой-то практики, хватает две недели, и народу легче будет отлучиться или взять отпуск за свой счет ради такого дела, да? Вторая профессия, которая будет уже с 1 февраля 2015 года – это будет кузовщик. Кузовщик – это работа со стапелем, это работа со сваркой, это геометрия кузова. Все, что должен иметь кузовщик, тоже будет изучаться. Это будет отдельная программа. Для тех, кто хочет совместить две профессии, мы уже утвердили смежную профессию, то есть автомаляр-кузовщик. Это будет смежная профессия, но курсы будут три недели, потому что все-таки это будет больше информации, да? Ну, там будем с группами смежно вести, это у нас еще точно все распланируется в стадии разработки, но это будет, то есть будет возможность такая. Почему решили сделать смежную? Потому что много вопросов поступает, а будет ли кузовщик, да? А не будет ли? То есть, ну, получается, если кузовщика делать отдельно, это будет дороговато. То есть, ну, есть люди, которые занимаются маляркой, но вот по кузовщине у них дела не идут. То есть, им по малярке нет, наверное, смысла учиться, если они себя считают, что им такие знания не нужны. То есть, они отдельно могут на кузовщика отучиться. Если же считают, что нужны, значит, будут приобретать. Вот, дело-то не в том. То есть, группы три может быть. Одна группа – это чистая малярка, вторая группа – чистая кузовщина, и третья группа – это смежная, то есть два в одном. По окончанию учебы люди получают диплом. Вот так вот выглядит диплом. Ну, примерно вот так покажу. И сертификат. То есть, кому надо будет посмотреть, можем выслать и показать поближе. Диплом заверен печатью Sky Motors. Диплом выдается в связи с окончанием обучения в школе «Автомаляра Олега Нестерова» при компании Sky Motors. Последующими по специальности «Автомаляр Жистянщик». Часы обучения, оценки и сертификат. Настоящий сертификат под номером, сертификат, номерный сертификат, подтверждает, что такой-то, такой-то прошел обучение в школе маляра при компании Sky Motors. Последующий. То есть, что дает вам диплом? Это, конечно, не вуз. Ну и учатся у нас не 5, не 8 лет. Но к диплому идет аккредитация именно от фирмы Sky Motors, а не от какой-то фирмы «Швеа Мотористка». То есть, все это подтверждается в видеодокументами. То есть, и с таким дипломом, то есть, если вы подойдете куда-то устраиваться на работу, допустим, то вас, несомненно, быстрее примут, чем кого-либо. Либо, да, это одно. Во-вторых, то есть, по окончанию учения мы не бросаем наших учеников. Они с нами будут иметь постоянный контакт. У нас есть закрытая группа ВКонтакте, где общаются только ученики. То есть, на разные темы можно общаться. И когда вы устраиваетесь на работу, начальство всегда может позвонить на Sky Motors и подтвердить, проходил ли такой ученик учебу, проходил ли он, как он ее проходил, что он умеет. Сразу скажу, выпускать мы будем действительно тех людей, которые уже, которые действительно что-то сумели, что-то сделали. Мы убедились, что они делают. Вот если следить за нашей группой, которую сейчас, да, вы можете в видео проследить, то очень способные ребята, очень все схватывают хорошо. Молодцы, молодцы. Действительно, видно, что люди ехали получать знания, да, а не развлекаться. И, то есть, я уверен, я могу заручиться за этих ребят, что все у них получится. Да, пусть вас не самым крутым мастером, да, примут сначала, но, как стажер, вы свободно пойдете. Вы покажете, что вы можете покрасить, можете сделать, и вам уже начнем доверять работу. То есть, смотреть на вас уже будет по-другому. Ну, вот вроде бы и все, что я хотел сказать у нас сегодня. То есть, по профессиям я сказал, да, диплом я показал, вообще объяснил, что к чему. Ну, и сейчас, которая группа у нас будет, это 1 февраля, но, что-то мы не думали, что у нас так пойдет это. То есть, им уже вот у нас 2 человека записалось на 1 марта. То есть, еще 1 марта будет группа, да, но с 1 марта мы там не знаем. Кузовщики-то точно будут, а маляра точно не знаем, потому что сейчас вот еще 2 группы я, наверное, проведу, а там уже будет заниматься какой-то учитель, да, другой. Я буду только приезжать, принимать экзамены, потому что школа все-таки моего имени, Искай Моторс, и надо, то есть, проверить, чтобы мое имя не было запятано, чтобы люди выходили действительно, которые что-то умеют, а не просто так, очень. И, как бы, сейчас ведется работа, да, потому что я, как бы, не собираюсь в Рязань переезжать. Пока! Да и вот говорит, переезжай! Не хочу пока переезжать, но поэтому мы будем искать учителей. Но кроме того, тут не только на Рязани, да, Свет Климсал, люди просят и в других городах открыть филиалы, и такие филиалы, скорее всего, будут открываться, поэтому у нас будет набор учителей. Учителя тоже будут отбираться по конкурсу, то есть, уже поступает, ну, немного, но поступают такие заявления, да, и, то есть, мы будем рассматривать кандидатуры, какая кандидатура нам приглянется, какая кандидатура нас устроит своими знаниями, то, как бы, мы и примем на дальнейшее обучение. Ну, вот, в принципе-то и все, у кого есть возможность. Да, как происходит запись? Вы записывайтесь, если вы уже серьезно настроены. Если вы не серьезно настроены, сразу прошу, не надо нас отрывать от работы. У нас действительно очень много работы, очень много суеты, поэтому без дела отрывать надо. Звоните только, если вы реально настроены, реально хотите приехать, пожалуйста, вот телефончик, по этому телефончику вы позвоните и либо со мной, либо с Андреем свяжетесь. Мы вам вышли договор, вы пересылаете на расчетный счет денежку, или это будет Сбербанковский счет, после чего вы считаетесь уже принятым в группу, то есть у вас будет заместо. По проживанию я не сказал. Проживают здесь ученики в отеле, как бы, группами, то есть отель не особо дорогой, но очень приятный. Есть своя кухня, на которой можно приготовить, покушать. Есть где поспать, есть крыша над головой, нет тарканов. Вот так вот. Так что, милости всех просим. Ну а я желаю всем здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и добра, и бабла. Правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова